Дорогие друзья, в этом уроке мы поговорим о секции Blur. Как вы знаете, Blur это означает размытость. У нас в этой секции находятся три подраздела. То есть Blur, Sharpen, Rescoce и Mist. Mist тоже разновидность Blur, но по-другому. Давайте изучать. Кстати, в этом уроке я еще постараюсь вам показать некоторые методы почистки шума. Вот у нас Noise Reduction, об этой секции тоже поговорим. Ну, вернемся к Blur. Давайте выберем этот футаж. Нажмем Alt-S. Создаем ноду. Создаем какую-нибудь обычную маску. Вот, циркулярную. Допустим, вот так. Вот, постараемся ее выделить. И вот Shift-H нажмем и посмотрим. Вернемся в Blur. Вот при помощи этих слайдеров регулируется наш Blur. Поднимаем все это вверх. И как видно, у нас размытый получается, да? То, что находится в маске. Передвигая вниз, у нас получается Sharpness. Нажимая, давайте сделаем Reset. Нажимая эту кнопку, можно по отдельности каждый канал Blur регулировать. Ну, давайте еще один, вот здесь сделаем вещь. Например, нажмем Invert маски. Нажмем просто Shift-H. Вернемся опять в Blur. Я по разделности буду двигать эти слайдера. Вот, как видно, вот интересные вот фишки. Вот, получается, вот такие эффекты разные можно стилистически создавать. Reset. И, конечно, вот при помощи этого значка можно все вот раздвигать. И Sharpness. Вот именно я делаю вот background, делаю Sharpness. Эта кнопка, это Horizontal, Vertical Ration. Это означает, то есть, Blur. Может быть, и горизонтальные пиксели, вот так. И, наоборот, вертикальные. Их тоже можно по отдельности вот регулировать. Вот, получить некоторые такие интересные фишки. Делаем Reset. И Skyling. Здесь, в этом функции он не работает. Для того, чтобы он был действителем, надо его переводить в Sharpness. Вот здесь. Вот, когда вот делаем так. Вот, видите, background у нас. Сейчас очень стал вот резким. Конечно, можно эти кнопки регулировать. Vertical, Horizontal. И Skyling. То есть, вот, видно отсюда. Это, то есть, масштабирование пикселя. То есть, насколько мы поднимаем, настолько же резким становится background. То есть, футаж. Так, сделаем Reset. В принципе, Miss. То же самое, как размытие. Но, их тоже иногда. Просто здесь разница в том, что их можно вот по Skyling регулировать. Его действия. Здесь. Вот. Я обычно его вот использую, когда смягчаю кожу. Кожу. Обычно я использую Blue. Для вот. Давайте уберем этот Blue. Вот. Сейчас плоский экран у нас получится. Я постараюсь его сделать немножко художественным. То есть, включаю ноду. У нас сейчас маска вот инвертирована. То есть, Blue действует только вот за пределами маски. Вернемся в Blue. Вот. Я иногда использую вот так. Добавляем много Blue. И вот здесь. Немножко вот. Делаю вот так. Это еще. Чтобы немножко вот получить киношную где-то. Если так, можно выразиться изображение. Давайте еще так. Можно еще вот. Можно еще вот. Трекинг сделать. Чтобы маска не двигалась. Так. Уберем маску. Сейчас посмотрим. Чтобы не было видно. Вернемся в Blue. И еще немножко добавим еще бурности. И вот у нас получается вот такой киношное изображение. То есть, объект. Футаж у нас не плоский. Вот еще раз посмотрим. И можно, конечно же, добавить еще. Сейчас я сделаю. Контраста еще можно было бы, конечно, добавить. Хотите, можем тоже добавить. Или убавить. Сейчас вернемся в первоначальный вариант. Выберем второй. Вот. Например, можно удалить. Еще сделаем вот Outside. Сейчас я вот. Background, contrastness убираю. То есть, немножко. А вот переднюю часть девушки вот в этом ноде. Постараюсь немножко высветлить. Да. Вот. Что из этого получается. Иногда можно, например, объект, находящийся вот в этой маске. Сейчас. Добавить еще sharpness. Ну, сейчас попробуем. И вот, как видно из футажа, наш объект стал немножко резким. Но немножко там шума, появляется шум. Ну, этот шум можно убрать при помощи вот Spatial Nose Reduction. Здесь добавляем немножечко. И вот наш объект стал вот таким. То есть, кинематографические изображения получили. И немножко вот, если мы добавим еще какие-нибудь лютов сюда. Ну, давайте вот Osiris пусть будет. Нет, надо было на весь ноду. Создаем новую ноду. Alt-S. И вот, сейчас я попробую сделать для вас какой-нибудь... Ну, да. В принципе, так тоже можно. В принципе, там. Так, холодный цвет. То есть, можно вот разные комбинации пробовать. Вот киношный получается у нас цвет. И вот так. Давайте еще один, например, создадим. Добавляем светлости. Да. И вот так вот. То, что было... Давайте посмотрим сначала. Делаем. Это все удалим. Вот, что было сначала у нас. Вот такого плана было. Вот у нас свой материал. Включая поочередно ноды. Первичная коррекция. Потом у нас... Я заблюрил вот background. Потом немножко добавил резкости вот в этом ноде. На девушку. Высветлил ее. Немножко добавил лютов. И в самом конце общий контрастный счет. И вот у нас, что у нас получилось. Типа такого плана. Ну, это был просто пример. Я вам показал, как работает принцип. Давайте вот еще возьмем этот футаж. Или нет. Давайте вот самый интересный ночной футаж. Я хочу, чтобы вы на блики посмотрели. Здесь интереснее получить можно. Создаем еще вот маску здесь какую-нибудь. Вот здесь делаем маску. Сейчас нажмем. Вот. Вот здесь немножко приближаем. Итак, создали маску. Ну, сейчас давайте. Немножко. Вот. Я хочу вот сделать. Давайте еще создадим outside. Ну, вот еще создадим. Вот я на outside, то есть вот здесь, постараюсь использовать blur. То есть я вот размываю его. Надо было еще вот здесь маски. И вот немножко вот surf место добавить здесь. Сейчас постараюсь. Я просто для примера это все показываю. И blur я, по-моему, очень много добавлю. Вот убираю здесь blur. И вот здесь делаю вот так. Как будто мы сняли этот кадр на аноморфную линзу. Я эту фишку очень часто использую для своих работ. Сейчас я сделаю еще. Если здесь добавить еще вот output blanking. Вот у нас, смотрите, получается киношное изображение. Как будто это сняли на аноморфную линзу. То есть мы это искусственно создали. Давайте еще девушку вот немножко это уберем, посветлим. Немножко вот контрастнее было. Не-не-не, это уже через чуть-чуть перебыл я сделал. Вот так. Ну, надо еще, конечно же, сделать трекинг маски. Ну, давайте сделаем трекинг маски вот здесь. И вот. Ну, фактически кадр не двигается. Здесь не надо делать трекинг. Так. И посмотрим. Конечный результат. Даже можем Alt-S новый лют добавить. И какой-нибудь лют возьмем. Давайте вот выведем 4. и добавим там контрастности, четкости. Вот так. И как вот видно, у нас получается вот киношное изображение. Очень такой вот интересный кадр вот получается. Ну, если немножко шумный, давайте еще немножко вот отсюда уберем шум. Ну, 1 единичка хватает. Вот, получили вот приблизительно такое вот изображение. Можно даже вот так посмотреть. Вот именно вот здесь размытый фон. Я сделал как аноморфную линзу, как киношное изображение, да. Вернемся. Так. Вот было таким у нас кадр. А стало вот таким. Смотрите, какая колоссальная разница. Это плоский кадр, да, например. Вот. А сейчас. Вот. Ну, блур, конечно же, вот можете здесь сами на свой выбор немножко вот так регулировать. и получить вот такое интересное изображение. Перейдем на другой футаж. Покажу, как можно еще использовать Blurish Upness. Ну, давайте вот создадим Alt и снова еще ноду. Создадим для нее давайте маску сперва какую-нибудь. Вот пусть будет эта маска. Давайте сделаем так. Давайте сделаем трекинг маски. Сейчас. То есть он притречит маску. Да, и вот так притречили. Опять здесь создаем Outside Node. Сейчас вот здесь мы при помощи Blur постараемся создавать глубины резкости. как будто это сняли на такой я не знаю на открытый диафрагму 1.2 или 1.8. Сейчас попытаемся это сделать. Вот добавляем Blur Вот видно, что задняя часть мы размыли. Это вот делаю так. Сейчас я вам создам киношное изображение как будто это мы сняли аноморфную линзу. Вот бокей у нас очень интересно получается здесь. И вот если давайте еще вернемся на эту ноду и нажмем на эту кнопку чтобы было видно. Все если здесь сделаем и вот так. Принт вот такой. У нас у нас получится вот такое изображение как будто вот снимаем аноморфную линзу. Сделаем вот была вот такой плоский кадр а вот сейчас стало вот таким. Давайте какую-нибудь сейчас еще коррекцию я сделаю. вот вид хороший очень ну здесь alt с еще какой-нибудь лют добавим этот четвертый да и вот высветлим эту часть это вот именно вот маску девушка надо высветить сейчас постараемся я сделаю вот отсюда немножко вот так немножко вот выделили девушку она ушла вот передний план немножко добавляю контрастности и в принципе вот так даже можно вот заднюю часть здесь немножко симки добавить что вот там вот такого плана я сейчас этого не буду делать вот так у нас нормально получится киношный я бы сказал даже вот сатурэйшн добавляю уберу давайте на общий канал добавим сатурэйшн ну вот у нас получится вот такая вот киношный заблуждение можно даже вот давайте вот немножко синьку добавим как будто вот такого плана можно здесь разные варианты сделать даже при помощи курвы сейчас попробую контрастность немножко добавить вот и вот у нас получается вот такая киношное изображение в принципе да вот так давайте посмотрим немножко в вашем экране вот вот самое интересное что вот именно фон размывается как аномолфная линза бокей очень интересно получается сейчас я вам покажу как было до этого и вот было вот такой плоский и стало вот таким вот очень большая разница и даже можно на общий канал здесь немножко резкости добавить давайте еще один ноду сделаю добавлю немножко резкости или нет давайте резкости удалю я я добавлю именно вот на этот объект то есть на девушку сейчас сделаем blue и немножко здесь там добавлю резкости вот шар и он у нас стал таким резким посмотрим вот девушка стала очень резкой а вот позади объекты стали немножко размытыми это очень вот создаем киношное изображение сейчас вот на весь экран видно что размытый фон то есть у вас если нету таких светосильных объективов на да венче программе можно создавать такое киношное изображение конечно же так иногда при помощи вот этой функции blur можно кожу лица немножко смягчить давайте выберем какую-нибудь маску опять создадим alt с новой ноду по-быстрому создадим маску вот такую чтобы именно лицо давайте его притречим хотя бы вот так сейчас притречим маску вот так начинаем притречивать вот маска притречивается к лицу объекта да потом вот здесь на эти ноде выбираем квалифир надо еще было первичную вот у нас коррекцию дел давайте сделаем шоу скопс надо вот немножко контрастность поднять выбираем здесь и немножко вот синие цвета надо добавлять что баланс немножко исправить пусть будет вот такой у нас баланс по-моему по-моему очень много вот так так сейчас выбираем на второй ноде где мы выбрали маску вот здесь квалифир и берем пипеткой кожу он shift h нажимаем вот мы выбрали кожу и вот здесь при помощи блура можно смягчить кожу вот так shift h нажимаем чтобы видеть вот видно из кадра и давайте блуз сделаем или же вот так добавить резкости да обычно просто для именно кожи использую я мист вот и при помощи скайлинга здесь делаю регулировку ну по-моему это очень много я добавил вот можно так посмотреть лицо стало более гладкой как будто макияж искусственный по-моему очень много я добавил так хватает или же наоборот можно было вот лицо резкости добавить чтобы лицо поболее резким был вот смотрите лицо очень резко получается то есть при помощи этих инструментов можно вот детально выразить например лицо и замылить например давайте по-быстрому я сделаю вот создам маску вот так вот сейчас попробую вот именно аутсад сделаю то же самый принцип вот блюрница добавим вот сейчас мистик не надо давайте ну даже можем мистик делать мист и вот так блюрность и здесь добавить вот при помощи маски конечно же регулировать все это вот интересный момент да вот и как видно из нажимая альф д вот было первоначальный вариант плоский и вот смотрите какой идеальный вариант получается давайте на второй ноде еще добавим шарпность немножечко чтобы выделить девушку и все резко добавили давайте посмотрим на фуллэклане вот а мы забыли просто притречить маску но это ничего ну вот так получается вот примерно такое изображение давайте немножко его синий тонн исправлю вот так я думаю что на этом уроке мы досконально разобрали блур шарпность мисс и каком-то смешно еще посмотрели noise reduction для того чтобы создавать именно я очень часто использую аноморфические изображения как кино вот я очень часто использую именно это эффект blur и шарпность спасибо что смотрели эту часть урока